Мы пообщаемся с Питером Залмаевым, директором Евразийской демократической инициативы. Питер, здравствуйте, рады вас видеть. Приветствую. Добрый вечер. Катерина Владимировна, я вас приветствую. Питер, скажите, пожалуйста, итак, посмотрели мы сюжет, с большой долей вероятности Джо Байден будет, как минимум, участвовать в следующих президентских выборах. Давайте вот объясним всем нашим зрителям, да и что там говорить, всему цивилизованному миру, насколько важно для Байдена победа Украины уже в 2023 году, для его будущей победы на выборах? Я думаю, что, с одной стороны, нужно сказать, что, вот как продемонстрировала и речь Байдена, обращение к нации, стадия The Union и нынешние дебаты в Конгрессе, Украина занимает важное место в этих всех прениях, в дискуссиях, но не главенствующих. Все равно это вопросы, разумеется, внутреннего характера, разумеется, это экономика, это вопросы, связанные с ценностями, такими, знаете, аспектами американской жизни, это, разумеется, противостояние республиканцев и демократов, это угрозы, так называемого, национального развода, national divorce, который вот некие, самые оголтелые республиканские представители вообще, вот к чему они призывают. Также мальча Украины недавно сказала, давай, нам нужен такой национальный, общенациональный развод. Красные штаты республиканцы идут в одну сторону, демократы в голубые штаты идут в другую сторону. Ну, с другой стороны, разумеется, для Джо Байдена 24-й год, выборы 24-го года, это как раз будет то время, когда украинский вопрос станет очень-очень-очень важным. Это будет, я думаю, тот, скажем так, лакмусовой бумажкой всего президентства Трампа, что касается международного, как минимум, аспекта. Крайне неудачно Джо Байден выводил свои войска из Афганистана, и, разумеется, это был очень серьезный удар и по престижу Америки, и по политическому капиталу Джо Байдена. Разумеется, позволит себе подобная фиаско, а Украина будет куда более серьезная фиаско, если после столь успешных, скажем так, действий ЗСУ, вот Украине позволят, скажем так, упасть, скажем так, заключить плохой мир не на выгодных условиях и т.д. и т.п. Республиканцы спят и видят, и вот вы это видели, как раз показывали сейчас в сюжете, заявление Дональда Трампа, что Джо Байден наступится, и что ему можно будет сказать, что посмотри, ты ввязал Америку в очередную заморскую авантюру, мы потратили десятки, сотни миллиардов долларов, и что мы в результате получили. Джо Байден это прекрасно понимает. Я думаю, своим визитом в Киев он дал понять, что я собираюсь это сделать электоральной, электоральную ищу, то есть электоральной темой, соответственно, он будет делать все возможное, мы, по крайней мере, так надеемся, у него есть возможность до 2024 года, чтобы Украина заключила выгодный для себя мир, который можно будет подарить именно как победу Украины, и никаким образом не победу Владимира Путина. Питер, мы, конечно же, ждем того дня, когда мы сможем сказать, что Украина победила, но сегодня мы слышим заявление, которое очень похоже на просто громкие заявления Трампа, предвыборные заявления, и хотелось бы понять, насколько они влияют на общество в Соединенных Штатах Америки, насколько общество готово пойти на поводу у этих, скажем так, пряников предвыборных? Ну вот, мой коллега, уважаемый мной политолог Фарафонов, который вот у вас только что вы показывали куски из его интервью, вот и другой, я забыл фамилию, правда, другой политолог, который выступал после Фарафонова, простите, вот он сказал, что, мне запомнилась его фраза, что никакие вот такие заявления республиканцев, да, и трения и прения между республиканцами и демократами не влияют на поддержку США и Украины. Я вот, к сожалению, должен с этим не согласиться. И заявления Трампа, они не одиночные, скажем так. То он задает такой канал, известный всем, Fox News, сколько раз я уже в ваших эфирах упоминал имя самого популярного рейтингового ведущего этого канала, Такера Карлсона, который буквально ретранслирует тезы российской пропаганды, они, в свою очередь, берут его тезы, которые ему ретранслируют, и ретранслируют ретрансляцию. Это делается именно как раз в спайке с Доллом Трампом. Он во многом повторяет эти тезы от Карлсона, которые Карлсона получил из Москвы. То есть, таким образом, Трамп изъявляет, как бы, можно так сказать, желание Москвы, вносит именно те тезы в дискурс американской политики, которые хотят внедрить российские кремлевские политтехнологи. Это нужно признать. И вот недавно мы видели, как главный, вероятно, претендент на номинацию на президента республиканской партии Рон Ди Сантис, губернатор штата Лафройда, Флорида, подхватил эту тезу и буквально слово-слово повторил собственно аргумент Трампа, что нужно серьезно пересмотреть уровень помощи Украины. Поэтому, понимаете, получается такой вот, соответственно, СИБИОС такой в этом дискуссии, и назвать это одиночным, к сожалению, нельзя. Формируется определенный фон, и уже сейчас мы имеем статистические данные, которые указывают на то, что среди республиканцев, особенно среди рядовых республиканцев, достаточно серьезно снизилась поддержка Украины до 50%, имеется в виду вопрос, дожди ли Америка продолжать поставлять в том же объеме оружие Украине. И даже среди демократов эта поддержка тоже снизилась, не так, правда, заметно, как среди республиканцев. Опять-таки, частично это можно объяснить просто обычным психологическим фактором усталости от любого конфликта, люди, разумеется, устают. Но пока, пока, нужно сказать, что и, скажем так, если бы говорить про иерархию политическую, и верхушка, и демократов, и республиканцев продолжают поддержать, поддерживать Украину. Тот же республиканец, ключевой республиканец на холме Макол, это глава комитета международных отношений, который был недавно в составе делегации в Украине, он как раз занимает понятную нам, дружелюбную нам такую рейгановскую позицию, что Америка своих союзников не бросает. Мы идем с Америкой, с Украиной до конца. Я могу даже в свою очередь сказать по своему опыту общения с одним очень важным республиканским демократом, республиканским конгрессменом, простите, зовут его Линдзи Грэм, представляет штат Миссисипи, и является, в принципе, конфидантом на Луна Трампа. У меня была возможность общаться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пару недель назад, и я даже записался на короткое интервью, и он сказал, что все нормально, есть определенные изоляционистские такие настроения, но мы их преодолеем, будем поддерживать Украину до конца. Питер, расскажите, пожалуйста, вот если мы уже заговорили о личности господина Трампа, точнее, даже не сколько о личности, а о его, скажем так, роялях в кустах, которые есть, и скелетах в шкафу. Вот появилась информация о том, что Минюст США заявил, что Трампа можно привлечь к ответственности по делу штурма Капитолия. Думаю, наши зрители помнят, что тогда происходило, о чем идет речь. Давайте, во-первых, напомним про этот самый штурм Капитолия, а во-вторых, как вы думаете, это реальная перспектива? Это вопрос называется на миллион долларов, как говорят в Америке. У вас есть возможность на него ответить, пожалуйста. Да, и против Блона Трампа сейчас и на федеральном уровне, и на уровне отдельных штатов, в частности штат Джорджия, расследуется целый ряд уголовных дел и административных дел, в том числе уже после этого штурма, по делу о давлении, которое Донан Трамп оказывал на представителей того же штата Джорджия, чтобы они посчитали голоса, я упрощу эту тему, как это все было, так, чтобы он смог выиграть. То есть, там есть факты, указывающие на конкретное нарушение закона. Штурм Капитолия, несмотря на то, что это абсолютно очевидно наблюдателям, роль Донанда Трампа в том, как он раскочегаривал, разжигал эту толпу, как он и кивоками, и тем не менее, четко давал им инструкции идти штурмовать Капитолий. Несмотря на эту кажущуюся очевидность, в зале суда доказать его непосредственное участие будет сложнее, скажем так, чем доказать это самому себе и убедиться в этом. Поэтому до сих пор ведутся споры, насколько можно привлечь к уголовной ответственности за это именно президента или человека, который в то время исполнял обязанности президента. Такого прецедента вообще, как такового в истории Америки нет. И поэтому, если мы говорим про это дело, я бы даже сказал, что вот дело, которое сейчас ведется касательно Трампа и той взятки, которую он заплатил, по сути, он заплатил за молчание, помните, порта актрисе, Шторми Дэниелс, с которой он в свое время переспал. Вот он и за молчание, когда он начал участвовать еще в гонке 2016 года, он не заплатил там 130 тысяч с лишним долларов. Вот это является непосредственным и конкретным нарушением закона о выборах. И вот представьте себе, я вам скажу это как человек, который эту тему очень тщательно слежит уже с самого начала вот этих вот, знаете, мытарств, таких связанных с законом Донна Трампа. Я вам скажу, что есть намного более вероятности, что он будет осужден, осужден так или иначе. Вопрос, конечно, сядет ли он в тюрьму, это вообще серьезный вопрос, я про это не говорю. Ну так вот, вероятность положительного решения осуждающего Трампа вот по этому делу намного выше, чем его участие в штурме Капитолия. Питер, и хотелось бы, конечно же, еще с вами обсудить такой момент, как отношение Соединенных Штатов Америки и Китая. Вот в частности, администрация президента США Джо Байдена готовит новую программу, которая может запретить, цитирую, американские инвестиции в определенные секторы в Китае, что является новым шагом по защите технологических преимуществ США при обострении конфликта между крупнейшими экономиками мира. Об этом пишет The Wall Street Journal. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, каких сфер это может коснуться, чего ожидать и на какие еще страны может расшириться этот список? Ну, несомненно, речь идет, конечно, о Китае, то есть этот текст, я читал эту статью, и готовишься решение, разумеется, завуалировало этот список стран и конкретно страны, под которые пишется это решение. Все остальное, это на самом деле дикой, это как бы отвлекающий маневр, разумеется, это Китай, Китай, которым уже в течение нескольких лет Пентагон в своих аналитических докладах и официальных заявлениях обозначил как главную угрозу национальной безопасности США, это именно Китай. Разумеется, речь идет сейчас о том, чтобы предотвратить возможность Китая продолжать копировать образом, методом реверсного инжиниринга американскую технологию. Уже сейчас подчинено, что Америка за последние несколько двадцать лет потеряла технологии свои, имейте потеряла конкурентность в бизнесе Китаю на суммы, повышающие там сто миллиардов долларов. То есть это очень сложно, разумеется, оценить, сколько это могло стоить Америке сейчас, особенно в контексте того, что администрация Белого дома очень серьезно обеспокоена возможности, что Китай начнет вооружать Россию, в том числе помогать Россию высокой технологией, полупроводниками, чипами и так далее. Это решение непосредственно связано с войной России в Украине, чтобы не дать возможность Китаю способствовать своему партнеру. Ну и тут нужно еще понимать, что опять-таки история таких скандалов связана с китайскими инвестициями в Америку, она очень такая яркая, насыщенная. Каждый год такие скандалы вспыхивают, когда Китай улечен в инвестициях и в краже вот в такого рода очень чувствительных технологиях. Это известно. Я даже скажу больше, это распространяется не только вопрос того, как Китай пытается стать более конкурентоспособным за счет американских технологий, это вопрос касается и образования. Я как человек, который обучался в Колумбийском инвестиции города Нью-Йорк, помню, сколько было на кампусе, на территории университета китайских студентов. Китай, которые были одним из лучших студентов, они с легкостью опережали своих некитайских коллег по университету. И вот с каждым годом можно было наблюдать просто, вы знаете, полчища китайцев, которые буквально заполонили американские университеты. И нам вот из страниц либеральных наших газет указывалось, что нельзя об этом говорить, нельзя думать даже о каких-то правилах, которые бы ограничивали приезд этих студентов. Знаете, и тем не менее, вот просто нерушенным глазом ты видел, ты смотрел на эту экспансию и понимал, что эти студенты, как минимум какая-то часть из них, потом вернутся в свою страну, а может быть останутся тут. И вопрос уже возникнет, на кого они будут по-настоящему работать. Не взращиваем ли мы, знаете, подобно вот неким видам птиц, которые откладывают свои яйца, чтобы вынашивали другие птицы, не вынашиваем ли мы потенциальных врагов. Поэтому я просто вам говорю этот контекст, даю общий, с чем, собственно, мы имеем дело. И вот еще очень примечательно в этой статье, которую упомянули, это как раз призыв в этом решении координировать вот такие ограничения с другими союзниками Америки по большой семерке. Опять-таки, если это односторонний порядок и принимает Америка, она себя ставит в невыгодное в смысле бизнеса решение. И, разумеется, такой вот режим ограничений, как режим санкций, не будет действовать, если он не будет приниматься координированно со всеми союзниками. Питер, мы вам очень благодарны. На самом деле, доскональнейшим образом проанализировали ситуацию. Как обычно, все четко и по полочкам. С нами был Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы. До встречи.